Более 50 площадок в течение трех дней работали для жителей и гостей города. Программа «Ночь музеев-2022» оказалась обширной и представила посетителям право выбирать маршруты по душе. Узнать подробнее о концертах, пешеходных и музейных экскурсиях помогали работники информцентра. Житель Самары Семен Шумилин в дни акции решил посетить областной художественный музей, детскую картинную галерею и музей почты. Для того, чтобы составить маршрут, обратился в центр. Вот смотрите, я даю вам буклетик, в нем будет написано, какие музеи, выставки, образовательные центры работают. Потом у нас еще входят шаттлы и автобусы бесплатные с трех до полдвенадцати ночи. Они будут ходить и разводить по музеям. Очень информативно, наглядно показали на буклете, дали информационный буклетик, наклеечки, показали, что-то какое, как докуда добраться. В принципе, интересно, в плане того, что даже не потеряюсь. В информцентре бесплатно выдавали карту акции «Ночь музеев-2022». 21 мая улица Куйбышева была пешеходной. Жители и гости областного центра часто обращались за помощью к волонтерам. С самого утра, вот с момента открытия, поток людей не прекращается. Все идут, все берут программки, всем интересно. Очень много родителей с детьми подходит, спрашивает про детские программы, есть ли где-то какие-то мастер-классы. Экскурсии, концерты, интересные встречи для детей и взрослых «Ночь музеев-2022» оставила массу ярких впечатлений. А удобная навигация помогла гостям и жителям региональной столицы посетить сразу несколько точек. Юлия Василькина, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова